ну прежде чем мы приступим я сразу хотел бы озвучить несколько моментов чтобы у вас эклеры получились муку в принципе можете взять любую то ли это высший сорт то ли 100 экстра желательно чтобы содержание белка в этой муке было 10 и выше возможно получится и с меньшим содержанием белка я вам этого сказать не могу потому что у меня такой муки нет я на такой муке не пек но это может быть одним из моментов что эклеры у вас не получится когда мы завариваем тесто обязательно дождаться того момента когда тесто начнет отдавать муку то есть когда на дне кастрюли начнет образовываться белый налет это говорит о том что тесто у нас уже готово желательно остудить тесто чуть меньше 60 градусов просто чтобы яйца не свернулись вводить яйца поочередно то есть как только яйцо полностью в тесто вмешалось только после этого вводить следующее или в моем случае как делал я тоненькой струечкой готовому тесту желательно дать отдохнуть в холодильнике 1 час выпекать эклеры обязательно в предварительно разогретой духовке конвекция нежелательно в этом случае просто уже подстраивайтесь по свою духовку то есть те температуры которые я вам укажу они возможно работать не будут во время всего процесса выпекания эклеров духовку не открывать иначе они у вас просто могут осесть и вся ваша работа на смарку том что эклеры уже готовы ориентируйтесь на их бока они должны быть румяными они светлыми лучше подержите в духовке немного подольше чтобы бока подрумянились ну так вроде бы все всем привет моя драгоценная супруга пожелала на выходные дни эклеры которые я согласился приготовить заодно и вы посмотрите как делаю это я все пропорции как всегда под видео мало ли я наговорю всякой ерундой значит 250 грамм сливочного масла я мелко порезал и отправлю просто в теплое место чтобы масло приняло комнатную температуру это перво на перво далее я отмеряю 250 миллилитров горячей точнее кипяченой воды можете в миллилитрах можете в граммах как вам удобно отправляя сразу в кастрюлю сюда же отправляю 100 грамм сливочного масла которые предварительно растопил в микроволновой печи этого делать не обязательно вы можете сразу просто добавить воду и все вскипятить но имейте ввиду что при кипячении часть воды у вас испарится так я добавил сразу горячую и без проблем и сюда же отправляю щепотку соли ну это примерно 2 грамма и отправляюсь плите так ну вода у меня сразу же закипела так как кастрюля была горячая все было горячее и я сюда отправляю 150 грамм просеянной муки все разом снимаю с плиты и тщательно перемешиваю мука у меня тип 405 купить ее можно в любом лиду альди не имеет значения русский вариант такой муки наверное сорт экстра то есть не высший сорт а сорт x все масса у меня полностью соединилась теперь я опять отправляю кастрюлю на плиту и буду выпаривать лишнюю жидкость которая мне не нужна выпаривать буду до тех пор пока мука не начнет приставать ко дну в кастрюле да это не что иное как просто заварное тесто вы можете его делать как просто на воде можете делать 50 на 50 то есть молоко и вода или может делать просто на молоке это ваше личное дело я делаю на воде там где не нужно платить денег я использую эту возможность все мука стала прилипать как вы видите тесто моё готово я его просто-напросто перебрасываю в другую посуду далее чтобы сильно не мучиться в количестве яиц я буду делать все по граммам разбил 6 яиц у меня здесь 300 грамм для самого теста мне нужно всего 220 грамм яйца перемешиваю отмеряют 220 грамм для теста далее я возьму 70 грамм для крема это примерно полтора яйца а для того чтобы потом эклеры еще промазать яйцом но я взобью еще одно не вижу препятствий и пока тесто мне еще горячее подстилаю чтобы просто чашка не скользила я при помощи ручного миксера ничего страшного что тесто еще горячее если у вас нет ручного миксера то тесто охладите примерно ну градусов до 50 просто чтобы у вас яйцо не свернулось но так как я буду работать с миксером я этого делать не буду я буду работать сразу да и теперь я буду тоненькой струечкой вводить яичную смесь потихонечку чтобы она у меня равномерно соединялась с тестом сразу добавлять нельзя иначе тесто просто-напросто не получится ну вот и все тесто у меня готово за счет быстрого вращения лопастей миксера яйца не успели спроса напросто свариться если вы немножко в себе не уверены то тесто немного остудите предварительно крышу пленочка а потом когда она будет теплым вводите яйца поочередно как только яйцо вмешалось и образовалась однородная масса добавляйте следующие и все и все у вас получится это очень важный момент здесь конечно смотрите у меня мешки одноразовые я буду работать без насадки то есть я примерно отрежу 5 сантиметров и у меня будет диаметр между 10 и 12 миллиметров примерно если у вас есть насадка пожалуйста можете ее использовать далее тесто я перемещаю в кондитерский мешок не при помощи скрипка тесто распределяю и сейчас желательно тесто отправить примерно на 1 час в холодильник а затем можно будет отсаживать эклеры далее в кастрюлю я отправил одну банку сгущенки в пустую банку я добавляю молока можете отмерить 300 грамм или просто полная баночка сюда же отправляю 70 грамм яйца перемешиваю и добавляю 65 грамм муки ну что такое 65 грамм это вот примерно 4 вот таких не полных столовых ложки я меряю в граммах поэтому мне для меня так проще тщательно вмешиваю муку пока она полностью не разойдется и отправляюсь плите готовить крем включаю плиту на 200 градусов и интенсивно помешивая постоянно проходя по дну кастрюли даю моему будущему крему закипеть после того как крем закипит немного проварить вынес кастрюли и помещу в другую емкость просто чтобы толстое дно кастрюли не варила крем дальше иначе он просто-напросто пригорит все масса у меня загустела она уже проварилась я перекладываю свой будущий крем в другую посуду основу для крема накрывают пищевой пленкой плотную чтобы не поступал воздух чтобы основа просто не заветрилась ну и так на улице прохладно я отправляю на балкон если у вас лето мало ли то тогда в холодильник или можно поставить чашку в кастрюлю с холодной водой тесто у меня отдохнуло один час в холодильнике духовку я уже прогрел до температуры 210 градусов противень я смазал растительным маслом присыпал мукой остатки муки удалил и начиная отсаживать эклеры по длине они мне будут примерно 12-13 сантиметров отсаживать я буду примерно на расстоянии 5 сантиметров друг от друга ну и сделаю вот такие вот профитерольки при помощи воды и нежных пальчиков можно вот эти вот неровности все подровнять смазываю будущее эклеры яйцом если мало ли вы готовите в больших количествах на предприятии где-нибудь то можно эклеры в принципе по противню распределить одной длинной колбаской или несколькими колбасками все это дело подморозить распорционировать заморозить до конца и затем просто по мере надобности выпекать столько и клеера сколько вам нужно единственное на что следует обращать внимание это на то что как правило духовки ну допустим как у меня на работе они слишком мощные и с такими духовками нужно работать по-другому все-таки у меня там стоят три вентилятора отключить воздух я могу только наполовину не более того можно конечно сделать следующие духовку разогреть до температуры 250 градусов отключить полностью нагрев загнать туда будущее эклеры и оставить минут на 7 пока тесто не схватится и не подойдет и уже только после этого нужно включить духовку на 180 градусов и довести эклеры до готовности тогда они уже просто подойдут они уже схватятся ну вот и теперь промазанные эклеры очень просто легко вилочкой без нажима пользуемся только давлением самой вилки аккуратненько проводим без всякого давления температура 210 градусов 5 минут затем температуру переключаю на 190 градусов и еще 25 минут без конвекции вверх-низ положение духовки среднее ну вот ребятишки в общей сложности я выпекал эклеры 35 минут и теперь готовы точнее полу готовые заготовки я отправляю на решетку чтобы они остыли ну вот чтобы я наглядно показал то что я имел ввиду тесто для эклеров одной колбаской протянуть поместить в морозилку и через час можно уже нарезать на порции то есть можно делать это все по линеечке спокойненько и также оставить заморозки и когда вам понадобятся эклеры достали разморозили все вот именно вот эту порцию теста я сделал из муки тип 550 белка в ней немножко больше это в принципе и хорошо да еще доску я предварительно посыпал мукой чтобы я потом мог беспроблемно отсоединить сформированное тесто так ну и количество эклеров общей сложности получается 20 штук после того как я выпеку я вам также покажу результат сожалению у меня поместилось только 19 штук один эклерчик остался в запасе хотя предыдущие с того же количество теста я сделал всего не помню уже 14 или 15 штук отправляю в духовку здесь я вилочка ничего не делал абсолютно ничего ровные так как они есть ну вот такой вот у нас результат как вы видите все прекрасно получается тесто можно замораживать ему это не повредит но продолжим дальше приготовление крема масло уже у меня стал мягким и теперь я его взбиваю взбиваю до белизны примерно 5-7 минут время от времени масло подбираю с бортов чтобы она у меня взбилась равномерно добавлю ванили подберу опять масло с бортов и продолжу взбивать все масло у меня готово и теперь взбитое масло небольшими порциями буду добавлять кремовой основе ни в коем случае не добавляйте масло сразу иначе крем в противном случае может просто-напросто расслоится крем готов и я перекладываю в кондитерский мешок с насадкой мало ли у вас нету насадки то сделать можно очень просто эклер разрезаем сбоку но прорезаем его не до конца и теперь при помощи ложки можно спокойно заполнить количество крема вы решаете для себя сами сколько вы добавите я как правило добавляют 50 грамм на один эклер значит что я вам могу сказать если вы конечно хотите делать с глазурью то такой способ и он не очень хороший просто будете грязно работать вот в этом случае как раз таки и помогает насадка здесь можно наполнять эклер как сверху проделав три отверстия с этой стороны отверстие все равно не будет видно так как они закроются глазурью ну или сбоку на ваше усмотрение помещаю крем в кондитерский мешок ну и наполняю эклеры по 50 грамм как я уже сказал в этом случае также прекрасно можно воспользоваться весами так но у меня еще осталось немного буквально чуть-чуть крема я его распределю по уже наполненным эклером эклеры у меня готовы могу смело вам сказать что вот ту массу крема которую я приготовил ее хватит свободно на это количество эклеров по 50 грамм даже можно добавлять немного больше ну вот и все результат вы видите если вам это видео оказалось полезным мне будет приятно на этом я с вами прощаюсь и до новых видео